всем привет сегодня будет обзор вот такого терминальчика их есть несколько разновидностей вот есть такой есть со съемной антенной и у него больше аккумулятора этого 5.4 у того 6.8 и еще у того можно заряжать через стакан выходят контакты аккумулятора есть без нижнего ряда кнопок или точнее без вот этого ряда наоборот там по-моему три кнопочки есть где экран повыше кнопки как-то на посередине есть где клавиатура но все эти устройства объединяет одно во первых не сенсорный экран экран маленький меньше двух дюймов 1.7 точнее прошу сразу прощения у меня будет бегать фокус видео так вот в полевых условиях снимаю на подручные камеры не сенсорный экран и маленький экран это во-первых дешевле удешевляет устройство такие устройства стоят от 3 до 5 тысяч в ценах 22 года но накладывают нам некоторые ограничения и особенности в данном устройстве слева кнопочка ptt две кнопочки здесь верхняя кнопка запускает зелы жестко на нее ничего пробиндить нельзя на нижних нижняя кнопка одиночным нажатием меняет раскладку в системной клавиатуре две клавиатуры есть для приложения и системная вот в системной клавиатуре меняет раскладку с букв на цифры я пробинил на нее с зажатием кнопочку меню но кнопочка меню разрабатывает не всегда точнее всегда но не во всех приложениях например в грн она не работает соответственно грн здесь не запустить из-за этого значит есть три таких кнопочки две кнопки по бокам окей кнопка вверх-вниз дел собственно вверх-вниз а p2 p3 неожиданно влево вправо на них можно пробинить что-то долгим нажатием но у меня ничего не пробинжено p1 неожиданно это гашение экрана и включение ничего на не убедить нельзя кнопка home которая при этом запускает периодически не всегда но периодически запускает меню и кнопка назад на которую я пробиндил кнопку последних приложений очистить все и кнопка ok но это подтверждаешь какие-то действия значит справа здесь разъем не не удобно мне открывать тут просто заглушка обычная там на одной болтающейся штучки здесь micro usb и джек четырехконтактный три с половиной дюйма непонятно пардон три с половиной миллиметра но непонятно что какая у него распиновка то есть стандартные смартфоновские распиновки на не подходят я не искал найти наверно можно значит здесь под винтом батарейка под батарейка sim карта здесь на двух винтах было клипсы которые через неделю благополучно сломалась верхняя крутилка это звук и эта же кнопка кнопка включения-выключения но я покажу что вылезает меню отключения также в общем состоянии при нажатии зажатии точнее долго кнопки этой происходит включение аппарата этот аппарат изначально заточен под зелом здесь стояла зелок какой-то из четвертой версии не помню какой я обновил до последней пятой версии который поддерживает android 5 здесь android 5 и зелла недавно дропнула поддержку пятого андроида теперь минимальная версия 6 android естественно последняя версия которая поддерживает 5 android это устройство через меню заходим например в about phone и версию в общем все стандартные андроида много-много-много-много раз нажимаем ok получаем включенного разработчика и не через db сюда ставится все что угодно да в частности я поставил неофициальный клиент open vpn для того чтобы с файлом антизапрета для того чтобы вот видно ключик в пен включен для того чтобы работала зелом из самых перепробовал все известные мне по крайней мере пока платформы эхолинк ну там с некоторыми особенностями работает пинат не работает не работаю здесь в основном все что я буду перечислять из-за того что здесь кнопочное управление во многих программах стоят графические интерфейсы и туда просто кнопкой не попасть собственно значит не работает пинат и не работает dv switch так пардон пришлось запись поставить на паузу значит dv switch не работает пинат не работает грн как я уже говорил не работает потому что не открывается меню а так в целом как бы грн здесь итальянский грн старый ставится ну и все эти программы которые пишут перечисляют устанавливаются но не работают именно из-за интерфейсных особенностей мамбл работает но из-за маленького экрана там все в кучу и невозможно пользоваться а так в целом и работает мамбл так вроде бы я все перечислил по-моему ничего не забыл соответственно зелла тоже есть особенность зелла 4 версии он мельче шрифтом зелла 5 версии крупнейший в том соответственно здесь все в кучку и не видно а например список групп не групп партон список членов в группах то есть кто там сейчас есть сейчас попробуем запуститься через вайфай и vpn вот запустились да то есть здесь мы бегаем да мы заходим например какой-нибудь канал вот в фрн раша зайдем да и мы в канале да но уходим в список мы не видим да нету списка мы его не видим есть но он где-то там скрытый да то же самые последние как бы какие-то сообщения в канале мы тоже не можем прослушать вот но в целом как бы все работает все управляемо все можно везде ну кроме того что я назвал зайти с клавиатуры но в том числе и в опции можно зайти там все что угодно настроить при этом кстати в опциях тут сейчас еще появилась у нас 5 по моему версии так кажется в интерфейсе да вот размер шрифта то есть его можно увеличить но не уменьшить к сожалению да и вот этот бы у нас особенность такая так значит кроме того что я установил vpn значит единственное что здесь работает это холинк в холинке можно попасть в меню через на зажатие соответственно его настроить сейчас тоже загрузится ко всем проксам подключиться так у меня тут медленный wi-fi поэтому иногда может подключение тормозить вот собственно здесь мы заходим в меню да то есть можно все что угодно здесь меню настраивать фокус фокус вот значит но теперь особенность мы не можем переключая закладки соответственно чтобы попасть куда-то да то есть мы можем зайти там в какие-то репитеры линки конференции и так далее да ну самая простенькая это recent qso тут мы например видим Russia заходим в Russia тут мы ничего не видим на экране нужно нажать просто еще раз окей там кнопочка connect ну и мы попадаем в Russia где мы тоже не видим ни чата ни кто здесь у нас есть соответственно вот такие особенности вот так по-моему мы вышли да вот соответственно тут у нас еще есть второй экран кстати чтобы появились ярлыки здесь сюда ярлыков нету то есть приложение установить надо не просто через adb например через тату команды чтобы здесь ярлыки появились ну вот батл мэпером тоже с причудами эти кнопки биндятся но забинжены посмотрим что у нас тут программно то есть вот такой у нас процессор гигагерцовый четырехъядерный что такое у нас графический чип вот разрешение экрана размер экрана 1.26 даже дюйма мне казалось 1.7 1.26 разрешение 160 на 128 не рекомендую менять разрешение иначе потом будет проблемы с экраном которые решаются только полным сбросом устройства полная память 393 ну 384 наверное мегабайта и гигабайт внутреннего жесткого диска на флэр точнее диска из которых пол гигабайта свободно но в данный момент там еще приложение наставлено вот ну пятый android здесь как я говорил ну и в принципе все в целом данное устройство имеет право на существование как дешевый терминал но как бы есть определенное ограничение которое вносит неудобства зато тут емкий аккумулятор на аккумуляторе на одном тут он живет в режиме ожидания недели две точно если не больше или скажем так в режиме умеренного пользования неделю он уверенно живет вот это достоинство его аккумулятор недостаток это отсутствие сенсорного экрана маленький экран соответственно какое-то неудобство управления но если пользоваться только зел или только холинком то в принципе привыкаешь да вот замечу я сюда пытался поставить почтар почтар здесь сюда замечательно ставится но не работает кнопка птт но это уже проблемы самого приложения почтар не устройство то есть если бы разработчики почтар сделали бы назначение кнопки то почтар бы здесь работал вообще идеально вот такой терминальчик